Супротек. Генеральный партнер Народного автомобильного журнала. В 50-е СССР только набирал силу после Второй мировой войны. Шло мирное строительство. Поэтому катастрофически не хватало автотранспорта, автобусов, грузовиков и легковушек. Такая же история происходила и с мотоциклами. Отечественный мотопром только встал на ноги. У населения была в основном трофейная техника. В большинстве малых городов и поселков выручал велосипед, но далеко на нем не уедешь. Однако голь на выдумку хитра. Было принято решение о производстве небольшого дешевого двигателя, устанавливающегося на любой велик. Изготовление веломоторов Д4 началось в 1956 году в Харькове и Ленинграде. Эксплуатация показала, что конструкция велосипеда все-таки слабовата. И вскоре появилась более серьезная штука – мото-велосипед. Одним из первых стал 16ВМ. Его собирали на пензенском велосипедном заводе имени Фрунзе – ПВЗ. Отличий от велика с мотором много. Пружинная короткорычажная подвеска спереди. Дополнительные трубы рамы. Широкое сидение, центральная подставка. Весит он 34 килограмма. Привод от педального узла и двигателя к заднему колесу цепные. Переднего тормоза почему-то нет. Позади водителя легкий багажник с прижимом. Он выпущен в 1969 году. Поэтому тут стоит не Д4, а уже Д5. У двухтактного одноцилиндрового двигателя весом 9 килограммов, рабочий объем чуть меньше 50 кубических сантиметров. Мощность 1,2 лошадиных силы. Топлива он ест совсем чуть-чуть. Полтора литра двухтактной смеси на 100 километров пути. И способен разогнать 16ВМ до 40 километров в час. Перед запуском следует обогатить смесь, повернув воздушный фильтр. Запускается мотовелосипед педалями с ходу, но можно и на центральной подножке, подняв заднее колесо. Из органов управления тут только ручки газа и сцепления. Моторчик дохленький, поэтому приходится иной раз помогать ему педалями. Торможение происходит так же, как и на обычном велосипеде, вращением их в обратную сторону. Такие мотовелосипеды были очень популярны в СССР. Стоили они дешево. Такие газульки, как их раньше называли, внесли свой вклад в решение транспортных проблем в то время. Плюс к этому, опыт эксплуатации помог конструкторам создать новые, более совершенные классы двухколесной техники.